Я передаю слово ученику Людвигу Дмитриевичу Леону Армениевичу Тахтаджану, профессору университета Стоннебрук в США и ведущему научному сотруднику института имени Эйлера в Санкт-Петербурге. Спасибо. Я начну с важного объявления, что в ближайших выпусках журнала «Успехи математических наук» будет серия статей, посвященных памяти Людвига Дмитриевича. Первое – это будет формальный официальный некролог, подписанный членами президиума, членами академики, членами бюро отделения и так далее. Второе – это будет очень содержательный, полный обзор работ Людвига Дмитриевича, где-то страниц на 50, на 70, начиная с его самой первой работы и кончая последними важными работами. Это будет один выпуск, в одном выпуске. Далее, третья часть будет состоять из мемуаров, в основном коллег, учеников Людвига Дмитриевича. Это тоже будет в отдельном выпуске. Эта часть будет только по приглашению. Теперь несколько слов, что я хотел сказать. Про Людвига Дмитриевича я узнал в девятом классе от своего любимого учителя в школе в 1939-й. Это был учитель физики Александр Сергеевич Трошин. Он мне говорит, знаешь, вот есть такая задача трех дел, ее Пуанкаре решал и не решил. А Людвиг Фадеев, здесь, из нашего университета Ленинградского, он ее решил квантовым. Я вот тогда это запомнил. И потом я вообще интересовался физикой и думал, могут мне поступать на физтех, поехать в Москву. Потом решил, нет, не стоит, поступил на матмех вместо этого. И где-то на втором курсе мы с Андреем Суслиным пошли слушать спецкурс Соломяка по теории операторов гибетового пространства. И когда я сдавал экзамен, у меня Михаил Захаревич Соломяк спросил, а чем вы собираетесь заниматься? Я ему говорю, ну вот не знаю, думаю, вот как-то с физикой связанная. Тогда, говорит, надо вам пойти к Людвигу Дмитриевичу. И мы с моим другом Алексеем Рейманом пошли на втором курсе на лекции Людвига Дмитриевича по квантовой механике, которую он читал для четвертого курса. И эти лекции на нас произвели неизгладимые впечатления, потому что так на матмехе никто не читал. И, видимо, читать ни до, ни после. Людвига Дмитриевич там работал недолго. Его там выгнали где-то в этом году в 73-м с матмеха, и он перешел на физфакт. Но это были блестящие лекции. Мы с Рейманом сдали экзамен, и только после этого подошли Дмитриевичу и говорили, что мы хотим быть вашими как бы студентами. Он говорит, хорошо, пожалуйста, вот мы будем с вами заниматься только физической математикой. Есть математическая физика, но это вот книжка Куранг-Игород, а я занимаюсь физической математикой. Это теория представлений, это квантовая теория поля, это физическая математика. Теперь, если пролистнуть дальше, это можно рассказывать бесконечно разные истории, и они все войдут в мемуары. А может, для этой аудитории я расскажу то, что в мемуарах не будет. Вот, и по какой причине, вы узнаете. Это связано только с очень интересными людьми, помимо Людвига Дмитриевича, в этих историях будет участвовать Алексей Борисович Винков и Аскольд Иванович Виноград. И интересно, что когда Алексей Винков был студентом Людвига Дмитриевича, Людвигич его хотел взять в аспирантуру. В Лами, но в Лами Георгий Иванович сказал, что у всех Фадеевых есть Винков, у Веры Николаевны есть старшая сестра Алексея Винкова, у Дмитрия Константиновича есть Борис Борисович Винков, и теперь как бы Людвиг Дмитриевич хочет Винкова. И Алексея в Лами нельзя. Тогда Аскольд Иванович Виноградов поехал в Москву и сказал Ивану Матвеевичу, знаете, вот так и так сына Бориса Алексеевича, Алексея Ивановича, в Лами не берут. После этого Алексея взяли в Лами, и потом Людвигич познакомился с Аскольдом Ивановичем. Это предыстория. А история такая. Это был 1971 год, знаменитый семинар Владимира Ивановича, где Фадеев делал доклад об полной интегрируемости уравнения Картевяга до Фриза, вернувшись из поездки в США. Это был 1971 год, заседание продолжалось с перерывом по 50 минут, и я помню в перерыве стояла Ольга Александровна, Людвигича, Алексея Винкова и Ярмстер. И Ольга Александровна спрашивает Людвига Дмитриевича, Людвига, вы в Америке случайно курить не научились? На что Алексей Борисович ей отвечает. Нет, Ольга Александровна, он только наркотики принимает. И я был в полном шоке. Никто, ни Ольга Александровна, ни Людвига Дмитриевича даже ухом не пошевелили. Я был потрясен такой выдержкой. Потом говорю, Ольга Александровна, я могу вас угостить с сигаретами. Это первая история. И вот я был потрясен, насколько человек обладает таким вот замечательным тактом и выдержкой. Потом следующая история, чтобы уже была где-то год 84-85. 85-й – это защита кандидатской диссертации Саши Волкова. Поскольку Саша Волков, как бы, Людвига Дмитриевича была председателем ученого совета, а поскольку Саша как бы его родственник, то в то время была председателем на время защиты Ольга Александровна. И мы сидели в скрабах, в зале, в ламине. И вот Саша рассказывает, что вот этот классический результат – вот тот и тот. Этот классический результат – тот и тот. Ольга Александровна слушала внимательно, потом перебила и говорит, молодой человек, извините, пожалуйста, у вас очень результаты, конечно, замечательные, но их могут рано называть классическими. И вот мы с Дмитриевичем чуть не упали со стульев в то время, потому что имеется в виду классический и квантовый. А поскольку диссертация была... Вот, на самом деле, истории много. На этом я, пожалуй, закончу. Я хочу сказать, что действительно, вот я услышал впервые о Людмиле Дмитриевича в девятом классе, а последний раз я с ним разговаривал в среду по телефону до его кончины, в воскресенье. И до этого в разговорах с учениками Людмиле Дмитриевич нам говорил, пожалуйста, все запишите. Вот это все будет записано. То, что как бы все эти мемуары и все воспоминания. Потому что есть очень много вещей, которые нужно записать, иначе они уйдут. Вот эти вещи будут записаны. И это вот анонс двух выпусков журналов «Успехи математических наук». Спасибо. Спасибо.